Всем привет! С вами BadPolygon и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока Джош Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено BadPolygon. А ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал, Telegram и страницу Facebook я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь! Привет всем! Это Джош Пауэрс, QXL. И сегодня мы продолжим наше погружение в Mixer Mask Stack, исследуя компонент Noise. Итак, приступим. Компонент Noise будет процедурно генерировать множество различных типов шумов, чтобы помочь с созданием маски. В настоящее время существует пять различных типов ноиза, каждый из которых имеет свой внешний вид. Есть Simplex, Perlin, Verlay 1, 2 и 3. Ползунок Seed перевирает различные версии ноиза на основе других примененных настроек. Amplitude контролирует интенсивность волн ноиза. Так когда мы тянем ползунок в плюс, мы видим, что к значениям применяется все больше и больше контраста. Frequency контролирует количество ноиза. Следовательно, чем ниже это значение, тем больше детализация, а чем выше это значение, тем она меньше. Октавы контролируют количество октав ноиза. Чем больше мы тянем этот ползунок, тем больше видим мелких неровностей в шумовых волнах. Это отличный способ уменьшить процедурный вид шума. Lacunarity контролирует частоту активов. А Persistence контролирует амплитуду или интенсивность активов. И, наконец, Invert. И эти базовые настройки действуют одинаково для каждого из режимов ноиз. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о разных параметрах для каждого из них. Отлично. Давайте рассмотрим некоторые способы использования ноиза для создания масок наших текстур. Ноиз чаще всего используется как дополнение, чтобы разбить маски или добавить мелкие детали к текстуре. Однако его также можно легко использовать для создания HD-карты самой текстуры. Здесь, прямо над нашим базовым слоем, у нас есть слой Solid. Давайте добавим Mask Stack, а затем перейдем к кнопке Component и добавим шум в Warlight 3. Мы немного уменьшим Amplitude и Frequency. Давайте увеличим число октав до 10, чтобы получить более мелкие детали. А затем мы немного уменьшим The Conarity, чтобы уменьшить частоту шума, который мы только что добавили с активными элементами. А Persistence трогать не будем. Отлично. Давайте немного поправим значения, добавив Gradient Remap. Для этого мы немного сдвинем ползунки Range, чтобы добавить немного больше контраста к маске. Перейдем в режим Render и у нас есть довольно симпатичная каменная плитка. И добавив каменную поверхность из библиотеки Megascans вместе с парой Solid слоев для некоторого разделения цвета, мы создали действительно классную текстуру, используя Компонент Noise для основного внешнего вида поверхности. Отлично. Вот еще один пример того, как мы можем показать Компонент Noise, добавив немного грязи на этот деревянный табурет. Я продемонстрировал аналогичную технику в предыдущем видео с Компонентом Position Gradient, но я использовал Компонент Map и отсканированные данные, чтобы создать грязный фоллов. А на этот раз я хочу показать вам, как это можно сделать, используя только процедурные компоненты. Во-первых, мы начнем с активации поверхностного слоя, который я добавил из библиотеки Megascans. После того, как мы добавили к слою Mask Tag, мы добавим сюда Position Gradient. Единственное, что нам нужно будет сделать для этого слоя, это усилить ползунки Range, чтобы уменьшить ширину спада между значениями белого и черного. Затем мы инвертируем результаты так, чтобы белые значения были на нижней половине стула. Таким образом, создается впечатление, что грязь поднимается с пола. Отлично, давайте добавим сюда Berlin Noise. Немного поднимем амплитуду, а затем максимально увеличим частоту до 20. Теперь давайте увеличим октавы, чтобы дать немного больше гранжа, и поднимем Laconarity и Persistence, чтобы получить детали шума. А затем настроим Seed, пока не получим то, что нам нравится. Отлично, теперь мы можем продолжить и установить этот слой на Overlay. И теперь мы увидим шум, присутствующий вдоль спада, разделяющий белую и черную части маски. Проблема в том, что этот прямой угол с линейным Fall Off, который кажется не очень естественным. Поэтому добавим еще один Berlin Noise. Цель этого слоя – устранить линейный спад и прямую кромку, которая у нас есть. Итак, первое, что я сделаю, это подниму амплитуду довольно высоко, чтобы получить несколько очень темных, а также более ярких участков. Я также немного увеличу Frequency, чтобы уменьшить детализацию. Поскольку я хочу, чтобы этот слой удалял фрагменты маски ниже, мне не нужны и мелкие детали. Итак, я оставлю октав равным одному. Окей, если я также установлю наложение слоя на Overlay, то мы увидим, как шум разбивает прямую линию, которая проходила через ножку, дав нам немного больше естественного Fall Off. Теперь все, что нам нужно сделать, это найти нужный Seed. И, наконец, мы можем добавить еще один Berlin Noise. Мы будем держать Amplitude довольно низкой, чтобы контраст был не слишком интенсивным, а затем мы также увеличиваем Frequency, Actives, Liquidarity и Persistence, чтобы убедиться, что у нас красивый грязноватый вид. Затем мы установим наложение на Multiply и уменьшим Opacity. Это предотвратит появление полностью белого цвета больших участков, что поможет слою грязи лучше слиться с текстурой стула. И теперь у нас есть грязь и сажа, скопившаяся в нижней части меша. И все это мы сделали без использования каких-либо текстурных данных в маске. Отлично, это был компонент Noise. Надеюсь, это видео помогло вам глубже понять, что делает этот компонент и как работают его настройки. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.